Золотая рыбка Почему в розничной торговле Резко растут цены на рыбу Ни крусвалют, ни санкции Ни прочие внешнеэкономические причины Этот рост не объясняет Извечная дилемма мореплавателей Избежать крушения и спастись Если корабль тонет неизбежно Мартиролог погибших кораблей От русского географического общества В основном это русские и советские корабли Потерпевшие там корабли крушения Но бывшие приписаны к дальневосточным портам Всего получилось порядка 892 случаев сейчас конкретная цифра И новая спасательная техника Тихоокеанского флота Серьезный аргумент в противостоянии Человека и океана Вопрос недели Он имеет отношение не столько к морю Сколько к нашей обычной жизни на суше Почему в магазинах резко подорожала рыба Ее добывают в дальневосточных морях Ментаевая и сельдевая путины Что ведутся сейчас Ни от каких внешних причин не зависят Курсы валют могут влиять только на экспорт На импортные цены Но вдруг взлетают розничные И где в Приморском крае Рыбаки которого добывают 700-800 тысяч тонн ежегодно Что в 10 раз превышает потребности жителей Приморья Вопрос начали задавать власти Причем и в Москве И во Владивостоке одновременно Тональность вопроса даже более высокая Чем у простого покупателя Рыбная отрасль имеет государственную поддержку В виде различных многолетних программ И вот результат Напомним хронологию этого вопроса 31 января в программе ответы На общественном телевидении Приморья В разговоре с ведущим Евгением Поттергера Тему поднимает губернатор Миклушевский Причем поднимает ее несколько не в формате программы Это не он дает ответ А его самого волнует вопрос У нас есть государственные программы И у нас состоялся уже, так сказать, такой достаточно нелицеприятный разговор С нашими кураторами рыбной отрасли Мы сейчас внимательно посмотрим все программы сельского хозяйства Потому что государство и федеральное правительство И администрация Приморья выделяет довольно большие деньги На поддержку этих отраслей Вопрос, а что рыба-то растет на 28%? Мне это совершенно не устраивает Понимаете? Если у нас есть поддержка этой отрасли Значит, мы должны соответствующими мерами Экономического воздействия Делать так, чтобы рыба Ну, если, может, она, конечно, и будет дорожать Так уж жизнь у нас устроена Ну, хоть не такие вещи Потому что никто же не понимает Мы живем в море, в океана Значит, и каждая рыба, так сказать, нас дороже Чем там где-то в Москве, например Это абсолютно недопустимо Поэтому задача такая поставлена И, значит, курирующий вице-губернатор Сидоренко Будет ее решать Уже на следующий день, 1 февраля Собрался Краевой штаб по оперативному мониторингу И реагированию на изменения конъюнктуры рынка В сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Выясняется, что холодильники в порту рыбой забиты Оптовые цены хоть и не низкие, но приемлемые А торговые надбавки в сетях составляют от 20 до 45% Штаб намерен применить меры госрегулирования Чтобы хоть как-то сократить цепочки посредников Однако, как применить эти меры, пока власти не говорят И, видимо, неспроста, потому что такая ситуация с рыбой по всей стране Приведем две цитаты из эфира московской радиостанции «Вести-ФМ» Который тоже звучал в эти же дни Когда вопрос о цене на рыбу озаботил руководителей Приморья И вряд ли можно считать это совпадением Понятно, что у всех игроков рынка свои есть оправдания и обоснования Почему цена на рыбу такая высокая Иногда это претензии предъявляют к рыбакам Я, как представляющий интерес рыбаков, считаю, что все-таки вина рыбаков здесь наменьшая Поскольку при подготовке госсовета было четко показано Что цена рыбака составляет всего 30% от конечной стоимости Запомните эту цифру Рыбаки получают за добытую ими рыбу 30% И вот еще одно мнение Кстати, нашего бывшего вземляка в 80-е годы Олег Булатов работал в Тинро Необходимо законодательно закрепить доли маржи каждого участника этой цепочки И ограничить количество цепочек Например, в Японии, насколько я помню, строго ограниченная надбавка не более 3% И если, допустим, рыбак продал оптовику, оптовик среднему, тот мелкому и дальше в розницу То больше 12% наценки не будет Что-то подобное необходимо такие правила игры, видимо, ввести у нас Надеемся, что эту подсказку можно применить и на уровне краевого законодательства Уникальное исследование завершил Юрий Ведерников Член Общества изучения Амурского края Приморского филиала Русского географического общества Книга под названием «Российское мореплавание на Тихом океане. Хроника судоходства и кораблекрушений» Еще не издана Но это, пожалуй, первый труд, который систематизирует всю историю Трагического противостояния людей и моря на дальневосточных рубежах России Сам автор говорит, что работал над этой книгой почти 30 лет Но море и архивы, особенно военные, хранят столько тайн, что на 100% охват всех произошедших крушений он никак не претендует В хронологическом порядке описано 892 случая гибели кораблей, рыбацких, пассажирских, транспортных судов Карты, которые раскладывает Ведерников, поражают чистотой и количеством гибели кораблей Вот акватория залива Петра Великого Фактически это в черте города Владивосток Многие корабли погибли на таких глубинах, откуда их поднять уже не смогли Другие так и остаются в списках необнаруженных Хотя в архивах есть все данные о координатах, об обстоятельствах, были спасшиеся свидетели Вот, к примеру, поиск номерного миноносца 208, который подорвался на японской мине в 1904 году Затонул недалеко от нынешнего моста на остров Русский, но найти его не могли больше ста лет Первые документы из архива я получил в 1986 году Потом был естественный всплеск интереса к этому объекту Его достаточно активно искали, скажем так, дайверы или поисковики, легкоаквалангисты, как раньше говорили Владивостокского спортивного клуба ДСА, 178-го завода Подтягивались товарищи, скажем так, из славянки Итог был нулевой, ничего не нашли Потом пошел естественный провал 90-х годов И с начала 2000-х годов поиском занялся Роман Фадеев Ему повезло, он его обнаружил в 2011 году При находке 208-го миноносца было принято решение не трогать его, оставить в том состоянии, в котором он есть Было поднято несколько артефактов Основная задача – это идентификация объекта Посмотреть, что это то, что надо И вторая задача – это маленькая экспозиция Экспозиция в настоящее время находится на батарее, на Ворошиловской батарее Отдельно, скажем так, стендами стоит А перед нами это просто реликвии, не реликвии, скажем так, элементы ушедшей эпохи То есть вот этот стандартный винтовочный патрон От знаменитой трехлинейки Исполнен он был, я полагаю, в конце 19-го века 100 лет, 107 лет, если быть точно, пролежал под водой А вот будет ли издана эта книга увлеченного человека, пока неизвестно Меценатов ведерников не ищет, но хотел бы напечатать несколько десятков экземпляров, чтобы оставить этот мартиролог в библиотеках морских вузов, кадетском и военных училищах Кто интересуется, обратитесь в общество изучения Амурского края Ну и в конце хорошая новость Тихоокеанского флота, которая ложится в тему с книгой Юрия Ведерникова Глубоководный поисково-спасательный аппарат Бестер-1 после испытаний доставлен самолетом военно-транспортной авиации Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот И включен в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ флота Заводские испытания проходили на Балтике, роль потерпевшей играла дизельная подлодка класса «Варшавянка» Работать этот батискав будет с борта судна-спасателя Игорь Белоусов Пока это новейшее судно тоже проходит период приемки-сдачи И до его перехода на Тихоокеанский флот Бестер-1 будет на борту другого спасателя «Алагес» Других таких аппаратов в мире нет, и его можно отправлять на затонувшие объекты как с борта родного судна, так и с других спасателей ВМФ После авиадоставки на любой из флотов Северный, Черноморский, Балтийский Экипаж уникального и современного подводного аппарата состоит из шести человек Три человека обеспечивают погружение аппарата Три человека непосредственно управляют Бестером в ходе погружений и глубоководных работ Заодно погружение аппарат может поднять на поверхность 22 человека Редактор субтитров А.Семкин